Общее понятие об углеводородах Вещества, в состав которых входит только два элемента, углерод и водород, называются углеводородами. По строению углеродного скелета различают алканы, циклоалканы, алкены, диены, алкины и ароматические вещества. Алканы — это предельные нециклические углеводороды, содержащие только одинарные связи между атомами. Алкены — это непредельные нециклические углеводороды, содержащие одну двойную связь в молекуле. Диены это непредельные нециклические углеводороды, содержащие две двойные связи в молекуле. Ариены это циклические углеводороды, содержащие шестичленный бензольный цикл в молекуле. Алкины это непредельные нециклические углеводороды, содержащие одну тройную связь в молекуле. Классификация углеводородов. Перетащи предложенные формулы веществ в соответствующие ячейки схемы. Типы визуализации органических молекул. Перетащи изображение молекулы и ее характеристику в соответствующую ячейку. Электронное строение алканов. Атом углерода в молекуле метана находится в состоянии СП3 гибридизации. Это означает, что все четыре гибридные орбитали атома углерода одинаковы по форме и энергии. И направлены в углы равносторонней треугольной пирамиды, тетраэдра. Углы между осями орбитали одинаковы и равны 109 градусов 28 минут. Конформации молекул бутана. Разные формы одной молекулы, образующиеся при вращении групп атомов вокруг сигма-связей, называют конформациями. Они различаются по энергии, но это различие невелико. Более устойчивы такие конформации алканов, в которых атомы расположены как можно дальше друг от друга, отталкивание электронных оболочек. Следует различать понятия конформация и конфигурация. Разные конформации могут превращаться друг в друга без разрыва химических связей. А для превращения молекулы с одной конфигурации в молекулу с другой конфигурации требуется разрыв химических связей. Валентный угол и длина связи. Расстояние между соседними атомами углерода строго фиксировано. Это длина химической связи. Расстояния C1, C3, C2, C4 и так далее тоже постоянны, так как постоянен угол между связями. Валентный угол. Гомологический ряд метана. Метан является первым представителем целого ряда соединений со сходным строением, гомологического ряда алканов. В него входят неразветвленные предельные углеводороды. Воспользуйся интерактивной моделью гомологический ряд метана для изучения механизма составления гомологов метана. Изомерия алканов. Атомы углерода, соединяясь в цепи, могут образовывать разветвления. Следовательно, возможно существование веществ, имеющих одинаковый состав, но разное строение, то есть изомеров. Заполни таблицу изомера гексана, выбрав только подходящие из веществ. Физические свойства алканов. Первые четыре представителя гомологического ряда метана – газы. Простейший из них метан – газ без цвета, вкуса и запаха. Углеводороды, содержащие от 5 до 15 атомов углерода – жидкости, а более тяжелые углеводороды – твердые вещества. Температура кипения и плавления алканов практически линейно зависит от длины углеродной цепи. Все углеводороды плохо растворяются в воде, жидкие углеводороды являются распространенными органическими растворителями. Механизм реакции свободно-радикального хлорирования метана. Относительная химическая инертность алканов объясняются прочными, малополярными сигма-связями в молекулах. Поэтому для протекания реакции требуется нагревание или ультрафиолетовое излучение. При поглощении световой или тепловой энергии молекулы галогена распадаются на атомы. Атомы галогена с одним неспаренным электроном химически очень активны. Столкновение свободных радикалов с молекулой алкана приводит к реакции, в результате которой образуется свободный, химически очень активный углеводородный радикал. Его активность тоже объясняется наличием неспаренного электрона. Следовательно, реакция метана с хлором протекает по свободно-радикальному механизму. Частицы, имеющие неспаренные электроны и обладающие в связи с этим неиспользованными валентностями, называются свободными радикалами. Радикал метил реагирует с другой молекулой хлора, разрывает в ней связи между атомами и отщепляет свободные атомы хлора с неспаренными электронами. Таким образом, рождаются новые химически активные частицы, которые вызывают дальнейшие превращения. Реакции, в результате которых происходит цепь последовательных превращений, называются цепными реакциями. В разработке теории цепных реакций большую роль сыграли труды академика, лауреата Нобелевской премии Семенова. Аналогично реагируют с хлором этан, пропан и другие предельные углеводороды, образуя вещества, называемые галогенпроизводными. Многие из них используются в качестве растворителей. Окисление алканов Все предельные углеводороды горят с образованием оксида углерода-4 и воды. Метан горит бесцветным пламенем с выделением теплоты. Смесь метана с кислородом или с воздухом при поджигании сгорает со взрывом. Взрыв может происходить и при других объемных соотношениях смеси предельных углеводородов с воздухом. Поэтому смеси метана, этана, пропана и бутана с воздухом очень опасны. Они иногда могут образовываться в каменноугольных шахтах, в заводских котельных, в мастерских и в жилых помещениях. Получение алканов из природных источников Основным источником получения предельных углеводородов служат природный газ и нефть. Сейчас все чаще начинают применять альтернативные методы, например, биореакторы. Природные горючие газы состоят преимущественно из метана, этана, пропана и бутана. Иногда содержат примеси жидких углеводородов. Нефть – это смесь около тысячи химических веществ. Половина из них – жидкие углеводороды. 30-50% – алканы, 25-75% – цикла алканы, 10-35% – арены. В состав нефти входят также различные соединения серы, азота, кислорода, некоторых металлов. Синтетические способы получения алканов Большую часть алканов получают переработкой природного сырья из природного газа, нефти, каменного угля. Но алканы можно и синтезировать, то есть создавать их молекулы. Прямой синтез. При нагревании порошкообразного углерода с водородом в присутствии никеля образуется метан и другие углеводороды. Эта реакция требует очень жестких условий, поэтому в наши дни она практически не используется. Однако возможно, что в будущем она найдет применение. Декарбоксилирование солей карбоновых кислот. В лаборатории алканы получают из солей карбоновых кислот, сплавляя последнее с гидроксидом натрия. При сплавлении ацетата натрия с гидроксидом натрия образуются метан и карбонат. Реакция вюрца. Второй способ лабораторного получения алканов – реакция вюрца. При небольшом нагревании галоген алканов с натрием углеродная цепочка удваивается и образуется алкан и галогенит натрия. Реакция замечательна тем, что позволяет легко создавать новую СС-связь и тем самым увеличивать углеродный скелет молекул. Применение алканов. Благодаря высокой экзотермичности реакции горения, газообразные и жидкие алканы используются в качестве топлива – бытового, промышленного, для двигателя внутреннего сгорания. Использование алканов в химическом синтезе рассмотрим на примере метана. Метан широко применяется для получения хлороформа, кислород, содержащих соединений, ацетилена, сажи и водорода. Из метана и воды получают синтез газ. Это один из важнейших синтонов промышленного органического синтеза. Термическое разложение метана. Метан начинает разлагаться при температурах 600-800 градусов по Цельсию. При нагревании до 1200 градусов по Цельсию, в течение доли секунды и резком охлаждении, получается этилен. Крекинг и дегидрирование алканов приводят к непредельным углеводородам, на базе которых получают огромное количество других органических веществ. Получение ацетилена. При нагревании метана до 1400-1500 градусов по Цельсию, в течение доли секунды и резком охлаждении, получается ацетилен. Это промышленный способ получения. Каталитическое окисление метана. При окислении метана кислородом воздуха, в зависимости от применяемого катализатора, температуры и давления, можно получать не только метаналь, но и другие продукты. Пиролиз метана. При температуре выше 1600 градусов по Цельсию, метан распадается на углерод и водород. Получение синтез газа. Получение циановодорода. Молекулы метана имеют особое строение по сравнению с остальными алканами. Поэтому метан проявляет ряд специфических химических свойств. Получение сероуглерода и сероводорода. При температуре 500-700 градусов по Цельсию, на силикогеле происходит превращение метана в сероводород и сероуглерод. Продолжение следует...